Медали на стажировку парня, я сейчас его стажирую. Вот колесо, оно по идее где-то спускает с этой стороны. Давай, сейчас будет тебе экзамен, видеоэкзамен. Вау, тут кожа не сиденья, сколько... Блин, а как он пахнет, это кайф вообще. Короче, он 115 тысяч долларов стоит. И везти его 1200 миль. На ночь вообще не спать. У меня уже кипят мозги. Сломал ключ клиента. Нормально. Приветствую на своем канале. Я не знаю, сейчас меня слышно или нет. Я нахожусь под санклубцем. Сейчас полезно узнать. Всем привет. Это новое видео. Я смотрел предыдущее видео. Вы поставили статус и просил. Это круто. Спасибо вам огромное. Что, ждет вас новая неделя. Я только начинаю. Видео выйдет не скоро, но оно, думаю, будет интересно. Сейчас у меня на борту старый GMC Sierra и Acura TL. Цены я не помню, потом все вам расскажу. Сейчас я еду еще на Копарте. На Копарте забираю еще одну машинку. И мы ездим в Атланту. Там где-то выходит очень долго. Но я, короче, все подробно вам расскажу потом. Жесть, ну, конечно, дождь вообще очень сильный. Фух, я хожу в тапках, потому что у меня уже косовки все мокрые. Я, кстати, сейчас не один. Мне дались на стажировку парня. Я сейчас его стажирую. Зовут Димон. Тоже из Беларуси. Как и я. Забрал только что тачку, которую вы видели. Пытаюсь завести ключ. И прикол, я ключ сломал. Ай, как ее заводить-то? Здесь на ключ все, он вообще сломался полностью. Ключ вообще вон-вон какой кривой. Сломал ключ клиенту. Нормально. Йоу. Мы, короче, переносимся уже на Деливери. Я заехал еще в какую-то жопу. И мне чуть-чуть не хватает, чтобы повернуть. Возможно, если я уберу это зеркало, я смогу проехать. И, по идее, сейчас должен проехать. Блин. Ну, знак вообще прям мешает. Прямо проходим. Все четенько. Мы приехали. Все. Сейчас будем разгружаться. Тепло на улице 61 градус. Ехали, и температура повышалась. Проехали 536 миль. И за этот трак нам заплатили 400 долларов. Вон в ту щель пролезешь или нет? Там где между столбом и моей машиной. Ну, вот к этим воротам. Вот как все четенько. Давай. Она очень шумная, капец просто. Фауллер Аутасейлс. Название тоже Фауллер? А, Джеймс Фауллер. Все, и пиши его имя, значит. Все. Так, и еще вам хочу рассказать, что есть вот эта машина. Toyota RAV4. Она стоит 350 долларов. Везти где-то на Мир 100 больше, чем эта DMC. Вот, и есть еще Acura TL. За нее платят 400 долларов. Короче, такие цены все вместе. Это будет там на экране вы увидите. Как, Димон, получается у тебя работать? Ну, получается. Получается. Хорошо. Нравится работать? Интересно. Интересно. Йоу-йоу-йоу, всем доброе утречко. У нас уже новый день. Блин, погода все равно какая-то испорченная вся. Ну, ничего. Мы сейчас проснулись недалеко от места доставки Acura. Скоро мы поедем туда, и потом мы доставим еще Toyota RAV4, и будем собирать три машинки. Ну, а вы как бы все это увидите. Кстати, мой стажер, он спит в этих машинах. Ну, в одной из трех, которая там самая более удобная, и в которой есть топливо, и чтобы ее завести можно было. В этот раз он спал здесь. Йоу, короче, приехали мы на Delivery. Встали, как обычно, прям посреди дороги. Ну, вообще, так как бы нельзя делать, но в принципе можно. Сейчас снимаем тачку, и идем ее сдавать. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Торзок. Дима Торзок. До свидания, все я знал. Смотрите, вы уже готовы. Это значит, что-то добрый день, да? Это значит, что-то доброе, доброе. Да, что я думал. Проблемо с ТВ, я не знаю. Я не знаю, вообще. Я пошла в Австрию, когда я возникла. И я как-то снялся с русской девушкой. А, да. Вы хотите сделать это? Да, да. Отлично. Спасибо, ребята. До свидания. Я никогда не спросил. Ты серьезно? Нет. Я не знаю ничего о том. Как дела? Забрали мы, короче, вот такой вот мерсик. 2000... Какого он года? 2014 года. Кстати, забрали его из дилерской BMW. Mercedes. Вот, блин, круто. И он идет клиенту. 600 долларов за него дают. Везти где-то 700 миль, наверное. Почти доллар за милю. Практически. Будем всю ночь, наверное, херачить. Чего? Она тяжелая. Все равно надо королу будет ставить вперед. Потому что это тяжелая. Ну да, потом будем снимать все равно. Смотришь. Пускай посмотрит, как ты трудишься. Смотришь. Слышит как стрина. Вот. Ну чё, короче, он спускает нашу машинку. Я подлетел на дроне, чтобы можно было посмотреть сверху, как оно все выглядит. Ну довольно прикольно. Смотришь. 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 Мы переносимся на следующую локацию. Мы забрали еще один субарик. Смотрите. Колесо. Просто вообще жесть. Вот это тоже немножечко. Надо, короче, вот эти будут немножко надуть. Первое. Второе. Смотрите, что вообще с этим случилось. Оно прям вообще касается. И это не есть хорошо. Я не знаю, блин, доедем мы, не доедем. Сегодня вторник. А на сервис я планировал ехать во вторник, то есть на следующей неделе. Как раз завозить Димона, чтобы ему дали уже новый трак. И мне заодно сервис сделали. И диспетчер уже там все распланировал как доехать. Это сейчас вроде нормально, но оно может сорвать в любой момент это колесо. Просто его разорвет нафиг. Но это как бы ничего страшного. В плане можно ехать с пятью колесами. Я уже ездил с пятью колесами. И ничего страшного не случилось. Но это не очень хорошо. А, стой! Все, он сюда вхер. На! Короче, оно как бы не сдувает, но оно сдувает, если его накачать до определенного момента. Видим, это какая-то вообще микротрещинка маленькая, которая спускает. Давай. У нас есть вот такая вот запаска. Она немножко такая лысоватая, но надеюсь, она не спускает. Мы ее только что тоже подкачали. Вот колесо, оно по идее где-то спускает с этой стороны. А где именно, фиг знает. Оно так-то все, а вот оно целое не спускает. Но мы когда подкачивали, оно прям было слышно, что где-то уходил воздух из него. И это был не ниппель. Так что я не знаю. Все. Очень жарко. Мы это сделали. Знаешь что? Хорошо. То, что это не случилось нигде-нибудь на северах. По дороге, да. По дороге на северах. Где-нибудь мороз минус 20. А мы всего лишь сейчас находимся в Атланте. Йоу! Всем добрый день. Уже, короче, следующий день, по ходу, наступил. Я так и не ложился. 5.42 утра. Еще едем. Давайте это. Отчет по машинкам. Короче, все эти три машины 1690 долларов стоят. Самая дорогая машина, самая страшная машина. Она стоит 650 долларов. За вот этот кусок говна, он весь ржавый со всех сторон. Он старый и самый дорогой. Даже за этот Мерс меньше платят. Хотя ехать примерно 700 миль. Да, кстати, в итоге это выходит больше 2 долларов за миль. Это охрененский трип. Но ночь вообще не спать. У меня уже кипят мозги. Ехать тяжело. Еще ехать часа два, наверное, до деливери. Уже 5.40 утра. Тяжко. Родил, сейчас умылся. Думал взять что-то похавать, может, как бы полегче станет. Взял себе сэндвич. Мне его бесплатно дали. Такое тоже бывает. Йоу! У нас, короче, новый день. Наступил. Мы приехали на доставку. Сейчас будем скидывать наш субарик. Да ты это... Ты не стесняйся. Встали прямо на дороге, потому что негде встать. В этом проблема. Еще проблема в том, что я устал. Я хочу спать. Не болит башка. Просто кипец. Из-за энергетиков. Потому что я слишком много выпил. И это плохо. Не делайте так. Встал. 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 Здорово. Ну и сейчас. . Установка. и отверстия по сути, я думаю, что он не может вернуться в нее, потому что он не может быть вверх Так, и номер просто сканируется? А, потому что если он тут есть? Он есть, но не так все И номер-то есть, это же японская Он есть, но он не сканирующий Просто старт, да? Да, просто фотки сделаешь Вон там все А, ее мы введем до Нью-Джерси Блядь, кому она там надо? Не знаю, еще почти штукарь платит за нее Еще интересно, сколько брокер взял Наверное, полторашка была Ну он, да, но он же маленький вообще, капец Короче, да, вот такой старенький вот трачок забираем Короче, дамича на этой фене, наверное, старить не буду, да? Ну, так просто поставь скретч и все Рандомный пара штук В свое время, наверное, крутой трачок был В свое время, да Как сейчас наши форды Ну, это Тойота Ну, это Тойота, это просто как Тойота пикап То есть, у нее нету там Тундры, там, типа старый Ну, это Токома всегда, первое Токома? Потом эти Тойота пикап и перешли в Току Тойота Токома Ну и что, мы с вами переносимся на другую локацию Мы приехали забирать наш венчик Сейчас принесут венчик, он должен быть просто охрененский А вон он едет Большой Еще прикол, что я нашел Там вот идет так вот волнистая фигня Вот здесь Вся вот эта часть, она волнистая И с одной стороны, и с другой стороны Это прям с завода идет такая штука Об этом многие не знают Я знаю, что очень многие водители попадались на этом Потом им предъявлялись за то, что якобы они сделали вот эти все вмятины А все вмятины это все с завода идет Это новый Мерседес 2019 года Его только купили новый Кастомизировали, внутри там поставили Всякие сидушки там прикольные, телеки Все, ничего с ним не делали Но он уже весь вмятина И это Мерседес Так, в целом, вообще венчик офигенный Вау, тут кожаные сиденья Сколько... Блин, а как он пахнет USB-розетки Все в коже Телевизоры Здесь телек вылазит Колоночки Подстаканники Ну это же селебрити здесь возить нужно Жалюзи На окнах жалюзи стоят Вон планшет Мини-бар Это кайф вообще Короче, он 115 тысяч долларов стоит Уже вот в таком состоянии Они покупают новый вен, чисто меняют его Ламинат стоит на полу Они, короче, я вас поспрашивал Они делают 6 венов в месяц У них получается делать Ребятки, мы уже приехали на ночевку Сейчас 2 часа ночи Наверное, будем спать до 10 утра И нам еще 4 часа ехать до доставки За этот вен платят 750 миль Его везти 700 миль За этот пикапчик платят 670 долларов И везти его 1200 миль То есть мы его ведем до самого Нью-Джерси Он остается с нами А завтра мы скидываем вен И забираем еще 2 тачки оттуда О, пока ехали Еще деталь лишняя появилась А вот он, красавец просто Блин, вот это классная машина Крайстер 300 Блин, ну смотри, он внутри даже офигенский Как он заводится, нормально Пахнет приятно внутри Будешь в нем спать? А, топлива смотрел сколько? Да, ну пахнет Нормально Нормально Он только когда заводится, прикольно Дальше звук у него обычный Приветствую, товарищи У нас уже глубокая ночь Час ночи Буду даже 2 часа ночи Мы в заправке Лапс Подлежаем к Вашингтону Ой, какой Вашингтон? До Филадельфии я забыл Да, до нее ехать еще 1 час 40 Заправок нету Это не наша заправка Лапс Но я в ней все равно буду заправляться Короче, все это не в этом Почем я еду в Филадельфию? За какую сумму? Вот этот Форд Эйдж Битый, который вот здесь вперед За него дают 300 долларов Вот это вот Кусок говна Ну такой миленький кусок говна Вы уже видели Потому что я его везу второй день И у нас еще есть вот такой вот Крайслер Крайслер С300 За него нам дают Аж целых 400 долларов Ехать там 500 с мелочью миль Но прикол в том, что Здесь горы И через них тяжело ехать И времени все равно до хрена уходит Как, блин, 700 киль ехать Не Как 600 киль ехать Короче Мы, наверное, сейчас поменяемся Поедем Димайн Потому что у меня закончился лукбук Уже Там осталось 15 минут Вот Я думаю, мы еще часок проедем Там где-нибудь на ночевку встанем И потом с утра уже доедем и остальное Вот Йоу Всем доброе утро У нас новый день И новое приключение начинается Короче, у нас есть машина Которая находится на самом углу Уоломанная И мы ее привезли к кастомеру Которого ни погрузчика, ничего нет Вся проводка обрезана? Да, вот плюс он обрезан Ну давай к проводу просто подсоединим Посмотрим, да? Сам питание или нет Давай Давай ради интереса Так а там не отрезан провод? Ну, провод отрезан Ну, нам уже минус надо гаун Ставь нейтралку быстрее просто И все Видишь? Вирусы Они подкатили Она покатилась Осторожно передняя У тебя сейчас она вылетит Стой, подожди Стой Все, давай, скатывай. Короче, я ему сказал, что мы можем его завести, он поедет. Короче, быстренький обзорчик на машины. У нас есть три машины, мы едем с перевесом, они все SUV-шные. Что у нас есть? Ford Escape у нас есть, Chevrolet Traverse и Audi Q5. Это прям 100% перевес, оно прям чувствуется. Стоит машины 1025 долларов, ехать где-то мы едем 450-500, 450, наверное, где-то так, да. Но это через горы, поэтому немножко тяжеловато. Но в целом норм. Заправил DEV? Отлично. Сколько за DEV заплатил? 9 долларов за DEV. Сколько галлонов? 3 галлона. 3 галлона за 9 долларов. Ладно, я пошел хавать. Йоу, всем здрасте. Короче, у нас новый денек начался. Да, погодка так себе. Коронавирус на месте, ничего не поменялось. Димон сейчас поехал машину отдавать, я его уже отправил одного. Как бы он уже парень у нас опытный, уже все знает. Я его всему обучил. Он со мной уже докатывает до конца этой недели. В понедельник я его завожу на офис, там ему даются уже свой трак, и он будет уже катать на своем траке, будет зарабатывать баблишко. А вон он, идет Димон. Идет, идет. Ну что, получилось? Страшно было? Да? Побледнел. Побледнел. Распись дали? Конечно. Все, отлично. Давай салфетку на свою руку пожал. Он руку пожал? Коронавирус. Коронавирус, коронавирус, все. Не, уйди от меня, уйди. А телефон, он же мой телефон трогал. Да. Да. Блин, все, и здесь коронавирус. Черт. Ну все. Сусед куда из насильника отваливается, блин. Так все, давай резать ее. Ну что, давай. Сейчас будет у тебя экзамен. Видео экзамен. Скатывай машину. Скатывай машину. Скатывай машину. Скатывай машину. Без Australом. Старизирование машину. Скатывай машину. Скатывай машину. Старизирование gan Nada земного героуса. охренеть я щас короче забрал сэндвич в этом на заправку пошел бэндис на заправке людей вообще нет бэндис устой там только два парня сидели все это коронавирус наступил уже все вот теперь люди боятся официально можно сказать что люди боятся это жесть просто и мы переносимся снова на другой дилерскую мы забираем последнюю машину kia sorrento 2017 года вся в каких-то пятнах вроде царапин нет чего должно йо всем доброе утро у нас короче сегодня последний день воскресенье я вчера не делал никакого отчета по этим тачкам первич у нас есть три тачки мы с перевесом но они стоят 1350 долларов это мы на выходные взяли с субботы до понедельника принципе норм пойдет можно такие брать и ехали где-то мы примерно она миль 500 может 550 расстояние так что в целом в целом это неплохо в целом это хорошо вот я только что вернулся с омарта и это просто жесть там все с полок смели ничего нету я наверное засниму еще отдельный ролик потому что осталось в магазинах на полках лежать вот можете посмотреть по подсказке вот короче такая вот фигня происходит сейчас в америке но работа пока что есть мы работаем дилерские не закрываются надеюсь не закроются потому что работать то надо бабки зарабатывать вот вот такие вот дела потом я когда посчитаю сколько я уже заработал за неделю кросса сделал я посчитаю вам скажу все покажу и потом где-то через недельки полторы две уже засниму сколько денег мне пришло на карту ну как в прошлой серии вот и сможете посмотреть сравнить такие вот дела всем привет ну что настал же тот самый момент я могу вам рассказать сколько я денег заработал за всю вот эту неделю который вы сейчас наблюдали я между прочим сейчас дома нахожусь на карантине нашу компанию закрыли ну как там еще кто-то работает но большинство парней уже сидят дома в итоге что я вам хочу сказать вот сейчас вы видите на экране тот график который я показывал вам на прошлой неделе это то что нам присылает компания каждую неделю в самом низу вы можете видеть цифру 7335 долларов это та сумма которую трак заработал за одну неделю в общем сумма всего гроза из них мы потратили 1179 долларов на топливо дальше мы видим 40 процентов то что мне заплатила компания с оставшейся суммой и того того что 2442 доллара и 20 центов такая вот зарплата была за вот эту вот неделю дальше что мы делаем открываем приложение с банком смотрим 2442 доллара мне пришло на карту как вы можете это видеть ничего не соврал все показал как есть дальше что я вам хочу сказать я сижу дома работы нету все плохо как сказать работа есть но я очень мало и в принципе бессмысленно сейчас есть это первое второе компанию вроде как сейчас закрываются следующей неделе закрывают на карантин потому что америке все закрывается будем пока сидеть дома без работы хорошо то что я в майами солнечной майами просто посмотрите на эту погодку на вот эти пальмы это просто кайф чистый неимоверный кайф такие вот дела спасибо что посмотрели это видео ставьте лайки пишите комментарии какие-нибудь пишите вообще как вам понравилось видео не понравилось может что-то поменять может что-то добавить может о чем-то снять что вы хотите посмотреть там я не знаю про майами пишите будем думать будем снимать контент пилить спасибо вообще что меня посмотрели до конца кто-то смотрел вы красавчики ставьте колокольчик кто досмотрел не подписался подписывайтесь с вами был димон иисус пока снова здравствуйте